США вынуждены оправдываться, но вопросов все больше и главный, санкционировал ли Барак Обама продолжение прослушки мобильных Меркель, а ее слушали с 2002 года, и знал ли о прослушке французского президента Оланда, а также других европейских лидеров. Детальнее наши корреспонденты в Америке и Европе. Барак Обама не только знал, что американские спецслужбы следят за лидерами других государств, но и одобрял их действия. Такие данные публикуют газеты. Например, телефоны Ангелы Меркель прослушивались с 2002 года, когда она еще не была канцлером Германии. Однако агентство нацбезопасности сделало заявление. Президент не знал об операции, а прослушка прекратилась летом нынешнего года по указанию как раз Белого дома. Хотя глава агентства нацбезопасности Кейт Александр еще в 2010-м лично докладывал Обаме о прослушке мобильных Меркель. Чтобы разобраться в шпионских интригах в Вашингтон, на переговоры уже прилетела целая делегация немецких разведывательных служб. Как бы то ни было, этот скандал привел к самому серьезному охлаждению отношений между двумя странами за последнее десятилетие. И Белый дом всячески пытается скрасить ситуацию. Безусловно, эти разоблачения стали причиной напряженности в наших отношениях, которые важны для США и американского народа, нашей экономики и безопасности. Накаляются страсти и внутри штатов. Практически все выходные в столице проходили митинги. Люди требовали от властей немедленно прекратить прослушку телефонов и благодарили за разоблачительные материалы Эдварда Сноудена. Похоже, приносить извинения американские чиновники будут еще долго и не только Германии. Сегодня выразило возмущение действиями США испанское правительство. Сообщается, что агентство нацбезопасности только в течение одного месяца перехватывало 60 миллионов телефонов. Сонных разговоров жителей Пиренейского полуострова. О свежей реакции Европы на эту скандальную шпионскую историю подробнее расскажет София Гордиенко. Дольше всех обиду держат немцы. Они пригрозили выслать из страны дипломатов, которые могут быть причастны к прослушке мобильных канцлера Меркель. Но вот удивительное дело. Французы, еще в пятницу грозившие Обаме пальцем, сегодня полностью изменили риторику. Уверена, такие большие страны, как Франция, и сами должны иметь подобные структуры. И тут большого секрета нет, что следят за всеми. Оказывается, министр знает, о чем говорит. Немецкое издание Züttdeutsche Zeitung опубликовало информацию, что Франция и сама сливала данные различным иностранным разведкам. Якобы между секретными службами Франции, Британии и США введена специальная программа под названием «Люстра». Это своеобразное джентльменское соглашение. Что касается личных данных простых смертных, то их защитить тоже не удастся. На волне шпионских скандалов евродепутаты постановили принять закон о личной информации в интернете. Но аж в 2015 году, когда в Европарламент придут новые народные избранники, а в Еврокомиссию новые комиссары. Эксперты называют это победой лоббистов крупных цифровых корпораций, таких как Google, Facebook и Yahoo. София Гордиенко, Вениамин Трубачев, Василий Тружковский. Подробности телеканал Интер. Брюссель. Субтитры создавал DimaTorzok